привет народ я наконец-то решила видео записать по просьбе моей сестренки темы не относятся к психологии вообще никак это на самом деле неврология и психиатрия ну гораздо больше неврологии потому что речь идет о лунатизме стоит ли бояться лунатиков и этого самого явления я постараюсь сейчас такой observation короткий вам дать с точки зрения клинического психолога и так лунатизм до сих пор изучается разными учеными довольно таки глубоко и широко и причины до сих пор не найдены то есть причины этого явления это всего лишь все что мы знаем это нарушение специфическое возбуждение нервной системы во время 3 4 фазы глубокого сна у нас несколько фаз сна есть и вот самое вот это вот глубокое это примерно первая треть ночи ночного сна там вот эти самые глубокие то есть это не в самый поверхностный сон происходит с нахождение да а это происходит во время очень глубокого сна что характерно для тех кто ходит во сне вот давайте рассмотрим с таких сторон во первых начинается это заболевание потому что это в классификации болезни это вообще-то с нахождение это заболевание начинается она между возрастом 4 и 8 лет пика своего достигает около 12 лет то есть в основном болеют дети и предпубертатники предподростки да и потом она как бы типа но ослабевает в большинстве случаев то есть вот почему врачи называют лунатизм болезнью молодого незрелого мозга но я вот сама так просто не могу понять почему действительно такое специфическое возбуждение происходит именно даже в достигая коры головного мозга моторной коры да как бы во время глубок глубочайшего сна вообще то есть это по моему мнению это в любом случае неврология то есть это какие-то небольшие это нарушение неврологического статуса то есть это специфические отклонения в работы нервной системы и что вот характерно для лунатизма для лунатиков эта проблема связана с ночными кошмарами или с ночным энурезом то есть либо вот у ребенка будет энурез ночной либо кошмары с постепенным переходом в лунатизм ну то есть сначала получается лунатик пока он глубоко спит у него возникает какой-то кошмар этот кошмар его поднимает да то есть это то что человек помнить не может и сама кстати снохождение тоже и потом он то есть все амназирует после того как просыпается вопрос можно ли будить лунатиков потому что раньше бы давала такое мнение что ни в коем случае это очень опасно потому что он может испугаться за игрой осталось такое нет это не так будить можно а в случае если это осложненное я немножко позже расскажу что значит осложненный лунатизм то даже нужно аккуратненько будить ну вот собственно что такое осложненный лунатизм это когда они просто встают и совершает обычные автоматические рутинные действия такие как прогуляться по дому надеть одежду потом снять ее снова и даже выходит может сесть за роль и куда-то прокатиться даже такие случаи есть редкие очень редки но помимо этого он может у него риск есть на нанесение себе каких-то травм увечья то есть выпасть с балкона или как-то еще там шарахнуться то есть что-то на себя опрокинуть может быть давать столкнуться с чем-то да с каким-то предметом вот поэтому интересно кстати что в прошлом веке почему лунатиков считали какими-то сверх люди людьми со сверхспособностями потому что зарегистрированы случаи когда лунатик ходил по краю карниза или по краю балкона вот этот как он называется то парапет да или что это такое то есть он рисковал жизнью и никогда не падал он ходил совершенно с закрытыми глазами с типичным для лунатиков спокойным таким совершенно как маска лицом восковым таким потому что он же глубоко очень спит и при этом представляете как у что-то вот какой-то уровень контроля сознательного едва ли не сознательного есть ветер поднялся что он не падает с балкона не падает с карниза а вот если бы он как бы проснулся и осознал весь как бы все опасно ситуации то может быть он сорвался бы и упал да так вот то есть но я за немножко вот подготовила текст дезорганизация 4 и 3 4 стадии ночного сна которые соответствуют но на и пит аймур манс слипинг то есть вот той фазе глубочайшего сна самого-самого глубокого и возникает специфическое возбуждение в нервной системе до в мозге которая может вылиться либо в нурез либо в сам в сомнамбулизм буллотизм до либо в ночной кошмар ночной кошмар четвертой стадии сна он так называется со снахождением или просто им оканчивается или без него что интересно искусственно искусственный стимул подаваемый ребенку в это время сна искусственный стимул встать и пойти тоже вызывает лунатизм то есть я думаю не исключено что в прошлые века таким образом детьми привидениями люди могли друг друга пугать когда обнаружили эту способность что если пятилетнего ребенка мальчика особенно что больше мальчики вообще к этому предрасположены во время вот этой глубочайшей если поймать эту самую глубокую фазу сна его поставить на ноги и помочь ему идти то можно легко запустить вот этот вот сам сам нам булитическую вот эту атаку так она называется чем она лечится и зачем то есть во первых сначала диагностировать заболевание можно только после того как в течение короткого времени допустим месяца человек по моему месяца человек более двух раз имел эпизоды снахождения то есть вот с третьего раза все мы уже можем ставить диагноз что есть такой такая проблема и тогда оцениваются риски как именно человек себя ведет что он делает то есть может он просто походил немножко дошел до окна вернулся в кроватку лег опять спать и так каждый раз ну и постепенно снизилась это все как только стрессовость общая до ситуации жизненной снизилась так и потому что лунатизм все-таки коррелирует ну то есть он это отражается на интенсивности и частоте эпизодов лунатизма общая стрессовая ситуация в жизни и усталость нервной системы конечно же как обычно да у нас усталость мозга это вообще кладезь колыбель всех заболеваний неврологических психических и депривация сном длительная тоже очень запускает вот этот снова снахождение у тех у кого есть такая предрасположенность а что еще ну конечно же это все генетика тоже то есть родственники скорее всего в детстве в пубертате имели те же самые эпизоды или энурез вместе с этим или без этого ночной и или ночные кошмары тоже до которые потом благополучно закончились потому что они потом просто переходят в другие статусы вот ну то есть это не психиатрия то есть это не заболевание как таковое психическое это специфический неврологический статус вот и нужно просто мониторить следить что если это начинается эскалация всей этой проблемы то есть человек вместо того чтобы только всего лишь чуть-чуть походить и лечь спать начал какие-то новые действия чуть ли не каждую ночь совершать там да то имеет смысл обратиться к доктору обычно они прописывают сначала легонький там какой-нибудь не буду называть что чтобы вы не дай бог самолечением там не начали заниматься легкие некоторые препараты или если в случае в тяжелых случаях прописываются специальные медикаменты которые подавляют возбуждение которое может возникнуть во время вот этого глубокого сна то есть более серьезные препараты прописываются просто чтобы избежать травм это все человек не опасен случае когда там кто-то кого-то убивал во время снахождения настолько крайне редки и это я думаю что это по большей части были какие-нибудь фейки то есть человек просто имитировал за заболевание лунатизмом чтобы в тюрьму не сесть например да то есть они настолько редки или это симптом какого-то совершенно другого заболевания вообще что я думаю что лунатиком бояться ничего не стоит вот ну только лишь от собственных травм но вот собственно и все я думаю что хватит да на сегодня про лунатиков а хотела интересную историю рассказать у меня была клиентка которая жаловалась на то что боится что она сходит с ума потому что она просыпалась каждый раз внизу в гостиной вместо того чтобы там у себя в спальне она просыпалась внизу гостиной и но мы всего лишь обследовали ее то есть я делаю интервенцию своей стороны мы источники стресса и общую напряженность как бы да и и вот это вот этого периода жизни обследовали вот поработали над ними и все и у нее все эти симптомы лунатизма исчезли вот больше она вроде пока о них не заявляла ну вот и все спасибо мои хорошенькие за внимание и заказывайте новые видео чего бы вы хотели такого послушать интересненького вот пока пока что 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 Продолжение следует...